Слава Украине! Привет всем от Полонского! Один из путинских посипак по фамилии Патрушев, есть там такой клоун, все знают его, то повышали, то понижали, но остается довольно влиятельным этой кремлевской шараге, заявил, что НАТО хочет вытеснить так называемую Россию из Балтийского моря, это раз, и запереть ее в Финском заливе, это два. Финский залив, если кто не представляет себе эту картину, Финский залив это небольшой, ну как, относительно небольшой залив, лужа, скажем так, отросток Балтийского моря, на одном берегу которого Эстония, на другом берегу Финляндия, а в самом торце, в конце Санкт-Ленинград, со всеми вот этими делами. Вот, и Патрушеву кажется, что сейчас это все дело у них заберут, это дело все перекроют, и вообще НАТО собирается там Россию как бы ущемлять. Нет, НАТО, конечно, с удовольствием бы Россию ущемило, тем паче, что сейчас, если вы посмотрите на соотношение сил вот в этом регионе, особенно после того, как Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, Эстония, Латвия, Литва давно члены НАТО, соответственно, а, а сухопутные войска России практически полностью оттуда выведены, то есть в Калининграде там слезы остались, ой, извините, Кенигсберг, оккупированный Кенигсберг, какой Калининград, это все чушь, вот. Ленинградский военный округ почти в полном составе где? В Украине, ну и, собственно говоря, грусть-тоска нарывается у них там, то есть воевать неким, неким, то действительно в больную голову, особенно в такую, как у Патрушева, напомню, Патрушев старый маразматик, который, ну, которому место давным-давно на пенсии, и, собственно говоря, сидеть там, козла забивать во дворе с такими же, как он, вот, подобными ему, но он руководит целыми отраслями, он руководит там у них, по-моему, морским флотом и так далее, и, более того, он подвязается в Совете Безопасности на России и влияет на определенное решение. Надо сказать, что, в принципе, весь Совет Безопасности на России очень напоминает Советское Политбюро, то есть это, скажем так, я не хочу никого обидеть, но это, скажем так, возрастные люди, выросшие при СССР, которые стали взрослыми уже при СССР, все сознание которых в СССР, и вообще они хотят вернуться, вернуть все взад, да, чтобы был дефицит, чтобы была нищета, чтобы были эти очереди бешеные, ну, вот, им это все нравится, вот. Ну, и они, собственно говоря, воспитывают вату в таком же духе, кстати, довольно успешно, это у них получается. Да, так вот он сказал, что хотят их запереть в Финском заливе и не дать им выходить оттуда. Надо сказать, что его высказывания не безосновательны, потому что вот эстонцы заявляли, что они с удовольствием перекроют финскую лужу с тем, чтобы, ну, где-то в районе финской и эстонской границы с так называемой Россией перекрыть это все дело минами, как говорят эстонцы, и пускай они там бревкаются, да, вот туда вот Кронштадт, Ленинград, вот туда там бревкаете себе, сколько захотите, а сюда не заходите. Это очень хорошая идея, действительно, так надо рано или поздно сделать, потому что вы прекрасно видите, что как только россияне выползают из вот этих пределов, они начинают гадить в Европе, да. Ну, пускай сидят себе там и вот гадят сами себе, ходят, как говорится, под себя. И это было бы правильным решением, но, конечно, никакой НАТО этого делать не будет, и патрушев об этом прекрасно знаете, все об этом прекрасно знают, но им нужно нагнетать, нагнетать обстановку с тем, чтобы создавать образ врага. Ой, против нас все на нас завтра нападут. А никому не приходило в голову, а нафига на вас нападать? Позабирать у вас ваши деревянные эти сортиры? Ну, я не понимаю, ну зачем на вас нападать? Если, например, позабирать ваши полезные ископаемые, так вы и так их на шару отдаёте, вы их и сами будете ковырять и, как говорится, отдавать. А вот это, позабирать ваши эти города убитые и так далее, эту промышленность конченую, никому не нужную, которая производит ничто. Зачем это нужно? Вот, поэтому, конечно, это все бред, но интересно другое. При всей этой риторике рашистской, что на нас завтра нападут, да мы боимся НАТО, да мы с НАТО воюем. Как они собираются воевать с НАТО? Если все войска, еще раз повторяю, из временно оккупированного Кеннезберга, вот этого вот, в Восточной Пруссии, да, так литовцам не обижаться, если вы считаете, что это что-то другое, я ничего не имею в виду. И если все войска из ЛНВО, Ленинградский военный округ, сейчас находятся в Украине, их тут, вы же понимаете, сейчас под ноль и все. Вот, а получается, что защищаться от огромной НАТО, которую вы так, по вашим словам, боитесь, вам нечем. Значит, получается, что Украина помножила на ноль все ваши войска, которые там стояли, а НАТО, как стояла, так и стоит на вас, нападать не собирается. Это еще один раз показывает весь сумасшедший треп вот этих вот пропагандистов, что мы воюем с НАТО, да мы соперники с НАТО. Где НАТО, а где вы? Господи, клопы для них, тараканы, вообще ничто. В Украине все свои войска угрохали, а границу с НАТО оголена полностью. То есть, в Финляндии, с Эстонией и так далее, там ни хрена нет. Чем воевать собрались? Они воевать собрались с НАТО. Чем? Лысиной Патрушевы? Так это не прокатит. Вот так вот, ребята, то есть, вот видите, тут абсолютно очевидная как бы картина, что задача вот этих всех Патрушевых и так далее, создать иллюзию у ватапитеков, которые там проживают, вот в этом швабрастане, того, что они воюют с НАТО. Они постоянно противостоят всему миру. Они великие, я. Они могучие, я. Но по морде получили в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok